МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше пяти веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже несколько столетий эти самые знаменитые часы России безжалостно отчитывают кремлевскую хронологию. Там внизу бушуют страсти, плетутся интриги, взлетают и рушатся карьеры. А шестеренки кремлевских курантов все цепляются и цепляются друг за друга, переживая всех. Начиная с 1964 года, эти часы в течение 18 лет отсчитывали время Леонида Брежнева. Первого секретаря ЦК КПСС, хозяина огромной советской страны, Никиту Сергеевича Хрущева, от власти в открытую, пытались отстранить дважды. Первый раз в 1957 году, когда в атаку пошли те, кто еще совсем недавно вместе с Хрущевым составлял ближний сталинский круг. Маленков, Молотов, Гаганович. Переворот им почти удался. Не хватило совсем чуть-чуть. С Хрущевым тогда остались два человека, воля и активные действия которых сломали все планы заговорщиков. Первый. Министр обороны Георгий Жухов. Он заявил в лицо оппонентам, что армия на стороне Хрущева. Второй. Ближайший соратник Никиты Сергеевича, кстати, приехавший в Кремль сразу после микроинфаркта, Леонид Брежнев. Именно он сумел дозвониться до Жукова, который находился на военном полигоне, и вызвал его в Москву. Видимо, в благодарность Хрущев уберет Жукова с поста министра уже через три месяца. Никиту Сергеевича до смерти напугала фраза Георгия Константиновича об армии, которая по приказу маршала может встать на ту или иную сторону. Брежнева вскоре после событий 57-го года Хрущев сделал вторым человеком в государстве. И, вероятно, под впечатлением уроков своего учителя, через семь лет Леонид Ильич стал мотором заговора, лишившего в конце концов Хрущева власти. Самого Брежнева соратники по перевороту Шелепин, Семичастный, Подгорный, Косыгин считали временной фигурой. И в страшном сне они не могли представить, что эта временная фигура обыграет, в конце концов, всех и будет править Советским Союзом 18 лет. В 20-м веке второй срок после Сталина. В начале 64-го года именно Брежнев вместе с Александром Шелепиным, Железным Шуриком, как звали его тогда обитатели кремлевских коридоров, возглавил заговор против Хрущева. Даже Владимира Семичастного, председателя комитета государственной безопасности, ближайшего приятеля Шелепина и его соратника еще по комсомолу, в планы смещения Хрущева посвятили не сразу. Мне Шелепин сказал так доверительно, он прям предупредил, что вероятно с тобой будет какой-то официальный разговор, поэтому я с тобой не говорил ни о чем, ты ничего не слышал. Ну, он мне дал понять о том, что идет в кругах членов политбюро и секретарей ЦК, кандидатов, то есть состав президиума ЦК, идет разговор о том, что Хрущев всем надоел и пора. Вот ты и имей в виду. Только через полтора месяца, весной, вновь на эту тему заговорил уже Брежнев, причем в своем кабинете. Брежнев меня отозвал, вот примерно как это, в кабинете что ли, в кабинете что ли, отозвал, и за стола я встал, в уголок отвел, секретничать начал. Рассказывает Владимир Семичастный. И он, вот он говорит, что вот так и так. Как ты смотришь, если возникнет вопрос о смещении, о освобождении Хрущева, ну, что у большинства членов политбюро складывается такая точка зрения. Рисковал ли Брежнев в тот момент? Да. И очень сильно. Тайна, которую знают двое, уже не тайна. Тем более в Кремле. Тем более тогда, когда вся система была выстроена так, что к власти можно было прийти лишь в результате интриг, компромиссов и сложнейших комбинаций. А главное, в полной неизвестности, с кем после тебя будет говорить тайный собеседник. И не сдаст ли он тебя уже за порогом кабинета? И вот начались тогда утечки. Уже начали ползти слухи о том, что что-то готовится, где-то кто-то, разговоры воронов на одном из совещаний проговорился. И, значит, стал говорить о том, что пора с Хрущевым кончать или что-то вроде того, что Хрущев надоел всем. Настал момент, когда информация об этом дошла и до Хрущева. Но никаких резких шагов он не успел сделать, а может быть, уже не мог сделать. Хотя его реакции боялись до последнего. Я пришел к Брежневу и сказал, или вы давайте решайте вопрос о проведении пленума, или кончится это тем, что меня вызовет Хрущев, скажет, что существует антипартийная группа новая, и ты сидишь ушами хлопаешь, и, понимаете, у тебя под носом вот здесь творят безобразие. А ну-ка, давай действуй. Рассказывает генерал-полковник Владимир Семичастный. И что мне останется делать? Я вынужден буду принимать меры, и довольно решительные. Обратим внимание на то, что пришел Семичастный не к Шелепину, а именно к Брежневу. Его лидерство в заговоре к тому моменту уже никто не оспаривал. А может быть, Шелепину и Семичастному было выгодно выдвинуть Брежнева на первый план на случай неудачи. К тому же они не сомневались, что в случае успеха через короткое время смогут быстро устранить и самого Леонида Брежнева. Об октябрьских днях 64-го написаны десятки книг, да и мы в одной из серий Кремля-9 подробно рассказывали о последних днях пребывания Хрущева у власти. Напомним лишь, что звонил ему в Питсунду с просьбой приехать в Москву, как раз Брежнев, как второй человек в государстве, и самый близкий соратник. Звонил из квартиры на Кутузовском проспекте, где собрались Подгорный, Суслов, Полянский, Шелепин и Семичастный. Когда на следующий день, 13 октября, в полдень, Хрущев сходил с трапа самолета во Внукове, шансов у него не было никаких. Брежнев подготовил свой приход тщательно и профессионально по всем правилам высшего партийного искусства. 14 октября 1964 года состоялся Октябрьский плен ЦК КПСС. Нервничал ли Брежнев в тетне? Конечно, и очень сильно. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Ильич Брежнев. В первую же ночь после смещения Хрущева он отдал не требующий пояснений приказ начальнику личной охраны Ребенка. Леонид Ильич, приехав домой, вызвал Ребенка и сказал, ты, говорит, на всякий случай, сегодня возьми автомат и побудь, так сказать, в подъезде дома. не ночуй там у себя в кровати, а побудь в подъезде дома. Рассказывает генерал-майор Владимир Ильич. Он говорит, вопросов никаких не задавай. Вот сделай, выполни это для меня и будет все нормально. Ответ на вопрос, кого больше боялся в ту ночь Брежнев, сторонников Хрущева или подчиненных шефа КГБ Семечасного, знал только сам Брежнев. Как известно, легитимное избрание первого лица в партии могло произойти лишь на съезде, который собирался раз в четыре года. В 64-м до очередного 23-го съезда было еще целых два года. Похоже, группа Шелепина не сомневалась, что этих двух лет им хватит, чтобы подготовить избрание своего человека. С Брежневым они особо не церемонились. Чего стоит рассказ Семечасного о том, как примерно через полгода после ухода Хрущева в отставку Владимир Ефимович пришел к Леониду Ильичу с жестким, необычным предложением пореже ездить на охоту и сообщать об этом в прессе. Мол, это вызывает недовольство в партии и народе. Тогда Брежнев разговор замял, но все запомнил. На охоту ездить продолжал регулярно. Это была его основная страх. Я удивился, когда мы поставили мишени и началась эта пристрелка по этим мишеням. Я удивился, как Леонид Ильич навскидку поражал десятку мишеней. Причем несколько раз. Сергей Королев Генерал-майор КГБ заместитель начальника 9-го управления КГБ СССР. Я впервые видел такого стрелка, такого охотника, который на скидку может так здорово и метко стрелять из оружия. А как опытный охотник он умел долго и тщательно готовить основной выстрел. Королевство Нарвинов фигура власти временная писала в те дни западная пресса. Вывод такой они делали, анализируя кремлевскую расстановку сил. Ключевые посты в силовом блоке занимали люди Шелепина. КГБ возглавлял семичастный, Министерство внутренних дел Тикунов, 9-е управление, охранявшее первых лиц, генерал Чекалов. Но главное, у железного Шурика Шелепина было много сторонников среди высшей партийной элиты. Вот за ее голосами и повел в первую очередь охоту обаятельной и энергичной в те годы Леонид Брежнев. Он прекрасно знал человеческую натуру и человеческие слабости. Первые секретари обкомов, которые определяли жизнь страны, все еще хорошо помнили стиль и Хрущева, и Сталина. Разумеется, они отметили способность первого лица позвонить даже во время отпуска и по-товарищески поинтересоваться видами на урожай, обстановкой в регионе, а также здоровьем жены и детей. Это было непривычно и очень привлекательно. Надо ли удивляться, что в 66-м на 23-м съезде большинство из них подтвердило полномочия Брежнева. С этого момента борьба за власть в Кремле вступила в решающую фазу. Группе Шелепина оставалось быть на самом верху меньше года. Улыбчивый, чернопровый, энергичный, еще не старый, новый лидер во второй половине 60-х все больше завоевывал популярность в стране и очень умел ею пользоваться для укрепления личных позиций в Кремле. С популярностью Брежнева в те годы мог соперничать разве что председатель Совета Министров Алексей Косыгин. Ни председатель Президиума Верховного Совета Подгорный, ни все более уходящий в тень Шелепин соратники по перевороту в 64-м году в середине 67-го сравниться с Брежневым уже не могли. Именно с Брежневым народ связывал последние очень популярные решения власти. Переход на пятидневную рабочую неделю, повышение заработной платы, снижение пенсионного возраста у мужчин до 60 лет, у женщин до 55, отмену труда дней и оплату в рублях труда колхозников. Все это было что называется на виду. Но не менее точно действовал Брежнев и под кремлевским ковром, где продолжалась знаменитая схватка бульдогов. Он ударил туда, куда и должен был ударить, по силовому блоку. В советской системе существовали очень громкие и важные должности, но почти не влияющие на расстановку сил в Кремле. К примеру, министр иностранных дел. А вот должности министров обороны и министерства внутренних дел председателя КГБ и главы партийного аппарата интересовали Брежнева в первую очередь. С них он и начал, когда почувствовал достаточно сил. Первую атаку на министра внутренних дел Дикунова Шелепина Семичастной отбили. Вторую уже не смогли. Министром становится давний друг Леонида Ильича Николай Щелоков. Для того, чтобы понять важность этого назначения, необходимо заглянуть немного вперед в самый конец Брежневского управления. Несмотря на ужасное состояние здоровья, Брежнев продолжал зорко следить за своим окружением. Особенно за Андроповым, который возглавлял мощнейшую спецслужбу. Именно Щелоков и его Министерство внутренних дел стали к тому времени главным препятствием на пути ведомства Андропова к полному контролю над ситуацией в стране. О взаимной ненависти Щелкова и Андропова знали в начале 80-х годов все. К тому же в заместителях у Щелокова уже давно ходил зять Брежнева Юрий Чурбанов. А ведь один из основных ударов Андропов, готовясь к уходу Брежнева, нанес именно по паре Галина Брежнева Юрий Чурбанов. Понятно, что в 67-м при назначении Щелокова предвидеть подобное Брежнев не мог. Это решение говорит о том, насколько глубоко он знал механизм работы советской властной вертикали. И еще одна очень важная составляющая этой вертикали Министерства обороны. За армию ее министров Брежнев с определенного момента был спокоен. 31 марта 67-го года умер ставленник Хрущева Родион Малиновский. Вместо него Брежнев сразу же назначил министром обороны Андрея Гречко, давнего друга современной войны. Кстати, уже после ухода Брежнева из жизни над этой его манерой назначать на все ключевые посты друзей и близких знакомых молодости многие смеялись. А зря. Идейный соратник рано или поздно может предать близкий друг человек, что называется из ребра никогда. Не потому ли 18 лет на место Брежнева никто не претендовал. Даже в последние годы, когда он был уже сильно болен. И понятно, почему тогда, в 1967 году, партапарат взял под контроль еще один давний друг Брежнева, Константин Черненко. На своем посту из группы Шелепина оставался лишь председатель КГБ Семичастный. Учитывая специфику ведомства, которое он возглавлял, удар готовили в тайну и нанесли предельно резко. В повестке дня того заседания Политбюро весной 1967-го вопрос о председателе КГБ не значился. Поэтому прибыв в Кремль, Семичастный ни о чем не подозревал. Не насторожило его даже отсутствие сторонников и покровителей Шелепина и Ворона. Что-то понимать Семичастный начал лишь в тот момент, когда Брежнев, проводивший заседание, попросил его и членов Политбюро задержаться. И, не давая опомниться, сообщил, что есть решение о переводе шефа КГБ на другую работу и о назначении председателем КГБ секретаря ЦК Юрия Андропова для того, чтобы приблизить КГБ к Центральному комитету. По воспоминаниям самого Семичастного среагировал он резко. А я что, был далеко от ЦК? Это был неприкрытый намек Брежневу на недавнее партнерство во время отстранения Хрущева. Нет, нет, все было нормально, но решение принято и пора заканчивать заседание. Семичастный был ошеломлен и взбешен, но прекрасно понимал, что возможности возражать у него были сильно ограничены. Одна история со Светланой Алилуевой чего стоит. Накануне 50-летнего юбилея Октябрьской революции мир получил невиданный политический скандал. Дочь Сталина, Светлана, его любимая сетанка, сбежала за границу, не захотела жить в стране, система, в которой на 90% была создана ее отцом. Система жизни, власти, взаимоотношения. Причем уехала Светлана не в Китай, Югославию или Австралию, а транзитом через Индию прямиком в Соединенные Штаты Америки, в логово главного идеологического противника. Ведомство Семичастного этот побег прозевало, а опытный Владимир Ефимович хорошо понимал, что при определенном желании его недоброжелатели. Такой скандал может окончиться не только устранением с должности шефа КГБ, но и вообще вылетом из номенклатуры. В тот день Брежнев вновь сработал виртуозно, а через три месяца на очередном пленуме ЦК с должности секретаря был снят его главный соперник Александр Шелепин. Именно тогда, летом-осенью 67-го года и началась настоящая эпоха Брежнева. Впереди были несколько лет активной и плодотворной работы. Потом был резкий слом, связанный с потерей здоровья. И, наконец, последние шесть лет, вспоминать о которых многим из его окружения стыдно и больно до сих пор. Впрочем, обо всем по порядку. До января 69-го года охраны в нынешнем понимании этого слова у первых лиц Советского Союза не было. По городу генсек часто передвигался в сопровождении двух, а то и одного прикрепленного. Все изменилось после знаменитого покушения лейтенанта Ильина у Боровицких ворот. Тогда Брежнева спасло лишь то, что Ильин перепутал машину и открыл стрельбу по автомобилю, в котором сидели космонавты Николаев, Терешкова, Леонов и Береговой. Одна из пунктов смертельно ранила водителя Илью Жаркова. Видимо, из-за неординарности произошедшего, а также недавней схватки не на жизнь, а на смерть с группой Шелепина, допрашивать Ильина отправился сам председатель комитета госбезопасности Юрий Андропов. Допустим, что вы чего-то не понимали, не понимали как со Сталином, не понимали что перешние дела там, значит, а почему вы решили, что вы главный судья и вам, так сказать, решать вопрос с пистолетом в руках? Человек должен жить, а не существовать. А что здесь значит жить? Что люди сейчас живут, приспосабливаются как только для мужа, скажем, кто для мужа, то там он тащит. Вот даже самое там, да, винтиков и болтиков. Что-то, в общем, ну, от него и то идет, вот в обществе какой-то отрицательный процесс в обществе идет. Может, это все и так, только вот выбранные вам и средства вроде как не мешают эти как раз проблемы. Если уж Аллах, скажем, убить независимого секретаря, то значит, на уме слою будет стать новый человек. Да, что же, по вашему мнению, должен быть стать? Наиболее, самое такое, человек порядочный, не знаю, вот это считалось, что там на сутках. Одной из главных задач следствия было выяснение. Стоял ли кто-то за спиной Ильина? Вы, однако, отдаете предпочтение сусловию? Ну, потому что сами, вот, опять-таки, это самое, сусловие, вот так вот, ну, от людей просто, насколько люди его считают, наиболее, так, ну, что ли, ну, наиболее выдающейся личностью в партии в данный момент. Очень скоро ведомство Андропова убедилось, вернее, убедило всех, что действовал психически неравновешенный террорист-одиночка. Но происшествие у Боровицких ворот заставило кардинально изменить систему охраны высшего руководства Советского Союза. Мы где-то с апреля, по-моему, уже начали ездить на хвосте, как у нас говорят, на хвостовой машине уже непосредственно по три человека это выездная охрана, начальник выездной охраны и два человека рядовые сотрудники. Рассказывает генерал-майор Комитета государственной безопасности Владимир Медведев. Вот я был вначале как рядовой сотрудник выездной охраны. В тот год Леониду Брежневу исполнилось 63 года. Это был деятельный, веселый и в чем-то даже бесшабашный человек. Во всяком случае охране своей он доставлял хлопот как никто в тогдашнем политбюро. Чего стоят знаменитые брежневские заплывы в море? Его мало волновала температура воды, стенание доктора, обязанного плыть рядом, а также уговоры охраны. Часто Брежнева останавливала лишь дрожь, начинавшая колотить сотрудников из группы сопровождения. Однажды еще было связано с плаванием, мы тоже плыли-плыли, так сказать, вдоль от берега, вернее, в море, и возвращаясь назад, а течение было от берега, и никак, никак к берегу не приплывем. Но мы-то приплывем, а он плывет медленно, его течением относят. Рассказывает заместитель начальника личной охраны Брежнева генерал-майор Владимир Медведев. И мы уплыли, я не знаю, в общем, километра, наверное, вдоль берега. Километр два, может быть, тяжело сейчас сказать. Вот, и вышли аж на городской пляж. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что по общественным пляжам генеральный секретарь шестовал в плавках. Идем, главное, утром, еще людей не так много, вот, встречаются, некоторые идут, мы проходим мимо, некоторые не обращают внимания, а некоторые так, раз, повернут лицо, ой, Леонид Ильич ведь вроде. Здравствуй, Леонид Ильич, здравствуйте. Сказать, что Брежнев любил машины и скорость, это значит ничего не сказать. За руль он садился часто. И уж обязательно во время воскресных поездок на охоту в Завидово. Одному Богу известно, сколько седых волос появилось у водителей и прикрепленных сотрудников охраны во время этих поездок. Скорость была у него. Владимир Медведев, завеститель начальника личной охраны Леонида Брежнева. Однажды, будучи, так сказать, мы работаем уже в выездной охране, у нас лопнул баллон. Мы его заменили, я не знаю, там, ну, чтобы не соврать, ну, может быть, минута, может, меньше даже. И когда мы начали гонку за ним, то мы его уже практически не могли догнать до самого дома. Он, вот, сколько, 148 километров туда, до этого охотничьего хозяйства, он ездил иногда за 55 минут. Вот с такой скоростью он гонял. А на работе в Кремле этот улыбчивый и вполне добродушный человек жесточайшей рукой продолжал выстраивать пирамиду личной власти. Поставив в голове КГБ своего личного друга Андропова, который, и это мало кто знает, принимал активное участие еще в свяжении Хрущева, Брежнев все сделал для того, чтобы контролировать и своего личного друга Андропова. Замами к Юрию Владимировичу назначаются два ближайших Брежнева человека, люди, что называется, из его ребра. Родственник и давний друг еще по довоенному днепр-цежинску Цинев и старый друг по работе в Молдавии Цвигун. Что интересно, Цвигун и Цинев терпеть не могли друг друга. Этот клубок единомышленников во главе КГБ полностью устраивал лишь одного человека, Леонида Ильича Брежнева. Такую же систему сдержек и противовесов он выстроил и в самом политбюро. На его заседаниях напротив друг друга сидели председатель Совета Министров Косыгин и председатель Президиума Верховного Совета Подгорода. Это были два антипода, относящиеся друг к другу примерно так же, как Цвигун и Цинев. Оба могли теоретически претендовать на роль лидера. И оба были повязаны по рукам и ногам. В замах у Косыгина, к примеру, ходил старый друг Брежнева Полянский и его днепропетровский товарищ Тихонов. Наступит время, и Брежнев устранил вначале Подгорного, а затем и сверхпопулярного в народе Косыгина. Но не будем забегать вперед. В этом фильме нам придется рассказать о двух Брежневых до болезни и после. И в истории семьи Брежневых это были два разительно отличающихся друг от друга периода. В 60-х и 70-х годах уже начинала чудить дочь Галина. Стал выпивать сын Юрий, но маловидящий их отец почти ни о чем не догадывался. По праздникам, когда все собирались на даче, Леонид Ильич был по-настоящему счастлив. На любой праздник приезжала семья, у него семья большая, брат у него Яков был, жена брата, сестры Виктории Петровны, вот, все приезжали, все, было очень весело, это, я не знаю, на даче гуляли, сидели за столом, выпивали там немножко там вино или что Рассказывает Владимир Медведев Было очень весело, все дети были там, дети, внуки, все на даче присутствовали и он в это время, я бы сказал, настолько был вот расслабленный, настолько был ну, как человек, вот, как обычный человек, доволен жизнью, радостный. Как мы уже сказали, выросшие дети уже давно жили своей жизнью. Неизвестно, как сложилась бы их судьба, живи они с отцом в одном доме. Это трудно поверить, но до своей болезни, к привилегиям и капризам близких, Леонид Брежнев относился очень жестко. Сотрудники дачи в Заречье вспоминают, Виктория Петровна, жена Брежнева, обратилась к мужу с просьбой назначить на должность заместителя коменданта дачи, чистохозяйственную должность, кого-нибудь из охраны, мол, ему не надо долго входить в дела. Реакция Брежнева была бурной. Охрана выделена мне и только мне. Это самые мягкие слова, произнесенные им тогда. Характерен был и случай с внуком. Пошли мы с ним гулять, по берегу вдоль моря. И зашли, там был такой участок, посаженные растения, и он увидел эти бамбук, молодой бамбук рос, красивый так, небольшой участок посаженный. И он зашел туда и давай рвать этот бамбук, то есть ломать. Я говорю, Андрей, ты что делаешь? Это же люди посадили, смотри, как красиво. А он, а, ничего. Один сломал, второй, я его не выдержал, схватил за руку и позаду его, а грел. Вот, он надулся, говорит, я дедушке все расскажу. Я говорю, ну, давай, рассказывай. Рассказывает заместитель начальника личной охраны Брежнева генерал-майор Владимир Медведев. на следующий день это было до этого, значит, этот день закончился, на следующий день выходит и опять меня ждет. Я говорю, ну, что сказал дедушке? Молчит. Отвернулся, молчит. Я говорю, ну, ладно, если не сказал, то молодец, а сказал, то опять молодец. Дедушка, тебя бы еще врезал, тебя бы еще раз врезал. Первый звонок, связанный со здоровьем, прозвенел в 68-м году, во время тяжелейших переговоров с делегацией Чехословакии, накануне ввода советских войск в эту страну. Как рассказывал Косыгин, он вдруг почувствовал, что у Брежнева стал заплетаться язык, а через некоторое время он вдруг опустил голову на стол. Перепуганные помощники и охрана отнесли его в комнату отдыха, где примчавшиеся врачи сумели поставить точный диагноз. Реакция слабой нервной системы на снотворное. К тому моменту тщательно следящий за своим здоровьем Брежнев, в одночасье бросивший курить, как только об этом попросили врачи, уже начал попадать в зависимость от снотворных препаратов. Началось все с того, что из-за многолетней колоссальной нагрузки у него стал пропадать сон. В такие ночи Брежнев злился, он не мог нормально отдохнуть и в конце концов попробовал принимать снотворное. Одну, две таблетки. Вначале. Потом все больше и больше. Настанет момент, когда проблема таблеток для генерального секретаря выйдет на уровень политбюро. А пока ни охрана, ни врачи, ни соратники ничего не подозревали. Однако уже в 69-м году сотрудники охраны во время очередного заплыва на море обратили внимание на странную шутку, обращенную к доктору. «Сейчас я тебя утоплю!» смеясь крикнул Брежнев. «Не надо!» жалостливо в том генеральному ответствовал врач. «А ноксирол дашь?» «Дам-дам, только не топите». Тогда охрана еще не знала, что такое ноксирол, небутал и прочие препараты. Сотрудники и не подозревали, что скоро выучат наизусть все эти названия и будут делать все, чтобы ограничить прием лекарств генеральным секретарем ЦК КПСС, который был тяжко болен и буквально разрушался на глазах. К 1974 году Брежнев бесповоротно выиграет борьбу за власть. И надо же такому случиться, что именно к этому моменту он сломается окончательно. Не догадываясь о серьезности и необратимости изменений здоровья Брежнева охрана и ближайшее окружение все чаще стали попадать в форс-мажорные ситуации. Одна из них случилась во время визита во Францию. В резиденции во время утреннего туалета начальник охраны Ребенко обратил внимание на то, что Брежнев долго не выходит из ванной комнаты. Подошли к двери, дверь мощная такая была, слышно не очень даже, может, совсем. Слышим, вода не течет. Слышно, что не течет. Вот. Александр Яковлевич говорит, Володя, надо выбивать дверь. Я говорю, а как же? А вдруг он, так сказать, он, нет, надо выбивать дверь. Ну, надо так надо. Так сказать, поднажавшись, но надо было дверь так выбить, чтобы она не упала вовнутрь. В общем, мы сорвали ее с петель и успели подхватить. И что очень хорошо, что успели, потому что Леонид Ильич практически был на полу. Вот. Мы его дверь отложили в сторону, быстренько к нему подошли, начали его трясти за плечо. Он пришел в себя, поднял голову и говорит, а что со мной случилось? Мы говорим, вот так и так. В тот раз, как, впрочем, и в большинстве подобных случаев, Брежнев после серии уколов сумеет собраться и отправиться на встречу с президентом Франции. О том, что случилось накануне, по его внешнему виду догадаться было невозможно. До поры до времени. Больной и мало что соображающий Брежнев станет заложником той самой системы сдержек и противовесов, которую сам же с таким упорством создавал. Придет беда и в его семью. Впрочем, об этом, о таблетках-пустышках, о взятках, о трагедии в Ташкенте, которая ускорит смерть Брежнева в одном из следующих фильмов сериала «Кремль-9». «Кремль-9». «Кремль-9» «Кремль-9» Субтитры создавал DimaTorzok Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше пяти веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. К середине 70-х годов Леонид Брежнев мог наслаждаться единоличной властью в стране. Первым лицом государства он стал еще в 64-м году, хотя соратники по Загору против Хрущева и прежде всего группа Шелебина считали его временной фигурой. Он обыграл их всего за три года, расставив во властной вертикали своих людей. Так что о серьезном заговоре против генерального секретаря никто долгое время даже не помышлял. В середине 70-х все было тихо и спокойно. Весельчак и любитель застолий, лихой водитель и страстный охотник Леонид Брежнев мог наслаждаться властью. Однако именно в это время он сломался окончательно, превратившись в заложника собственной системы сдержек и противовесов. Первые признаки болезни особой тревоги у врачей не вызвали. Реакции слабой нервной системы на прием снотворного. Такой необычный диагноз поставили врачи, когда во время переговоров в чехословацкой делегации накануне ввода войск в эту страну Брежнев внезапно потерял сознание. Как потом выяснилось, колоссальная многолетняя нервная нагрузка привела к тому, что у Брежнева пропал сон. Вот тогда он и начал принимать снотвор. Поначалу немного, одну-две таблетки. Он не мог уснуть. Он, так сказать, свертелся, крутился, он читал. Рассказывает генерал-майор Комитета Государственной Безопасности Владимир Медведев. Когда ложился спать, он не мог уснуть. Это для него было пыткой. Видимо, из-за своего характера к здоровью Брежнев относился очень неровно. Когда что-то начинало сильно болеть, он собирал врачей, внимательно слушал, выполняя затем их рекомендации. Но стоило болезни отступить, он тут же обо всем забывал. И продолжал вести прежний образ жизни с охотой, застольями и лихими поездками на машинах. Его бесшабашный характер как нельзя лучше просматривается в истории, приключившейся в Федеративной Республике Германии в начале 70-х во время официального визита. Германский канцлер, зная о слабости Брежнева к машинам, преподнес ему в подарок роскошный Мерседес. Немецкие специалисты тут же на месте стали объяснять новому хозяину, где какие кнопки, переключатели и педали. Дело происходило у входа в резиденцию. Брежнев долго и внимательно слушал, а затем внезапно сел в машину и нажал на газ. А он как дал по дороге и вперед. Владимир Медведев, завеститель начальника личной охраны Леонида Брежнева. И уехал, и только его остановили на выезде уже с этой территории. Ворота закрыты, не стали, там команду дали, чтобы не открывали ворота, шлагбаум не поднимали. И он там остановился. Остановился, там подскочили, показали ему, что назад надо. Он развернулся и приехал снова туда, на дачу. Вот этот случай был. И смеется, доволен. Ужасно. Характерна для Брежнева и история с прекращением курения по настоятельной рекомендации врачей. Обеспокоенные резким ухудшением здоровья генерального секретаря, они сумели в конце концов уговорить его бросить курить, несмотря на многолетний стаж курильщика. Михаил Титков, генерал-майор Комитета государственной безопасности. И в зале, где должно было происходить это совещание, на столе, как обычно, положили сигареты. И его любимую новость, и другие сигареты. Он вошел, посмотрел на все это, взял пачку сигарет и говорит, вот я вам всем говорю, это последний раз я держу в руке сигареты. С сегодняшнего дня я больше не курю. С того дня у охраны появилась еще одна обязанность. Тоскующий по табачному дыму Брежнев во время поездок в машинах закрывал окна и просил начальника охраны Ребенко и его заместителя Медведева покурить. Так и ехали от Заречья до Кремля. Когда подъезжали к кремлевскому подъезду и открывали дверцу машины, то оттуда частенько валил дым, как при небольшом пожаре. Нечто подобное происходило и ночью на даче в Заречье. Плохо спавший Брежнев один-два раза за ночь звонил Медведеву и просил прийти покурить. Некую комичность ситуация приобретала во время посещения хоккейных матчей. Многие болельщики помнят обязательное объявление диктора о запрете курения во дворце спорта. Рассказывает Михаил Титков. Ложився на виду, это идет объявление, что у нас не курят. А Медведев сидит и сигарету, значит, подтягивает, дым пускает. Леонид Ильич услышал это объявление, оборачивается, он всех звал по именам. Володя, ты почему нарушаешь и не слушаешь, вот что здесь объявляют? Что это за безобразие? Естественно, что Медведев, или тот, кто его заменял в этот раз, сигарету тут же гасил, хотя доказывался, что последует далее. А через минуту, Леонид Ильич, ну давай, никто не видит, давай закуривай снова. Окончательно сломался Брежнев за очень короткое время. Организм, попадавший все в большую зависимость от приема снотворных, давал сбои все чаще и чаще. Настал момент, когда именно пошатнувшееся здоровье генерального секретаря заставило некоторых из его ближайшего окружения попробовать разыграть эту карту в борьбе за власть. По воспоминаниям начальника 4-го управления Министерства здравоохранения Евгения Чазова, до поры до времени полной информации о здоровье главы государства располагал лишь председатель КГБ Юрий Андропов. Получал он ее напрямую от Чазова и хранил в тайне, пока мог. Сам Андропов еще не чувствовал силы выиграть борьбу за трое, а давать повод все той же группе Шелепина, Подгорному или Косыгину не хотел. Особенно он опасался активизации Подгорного. У крайне амбициозного Николая Подгорного обида на Брежнева копилась давно. После свержения Хрущева он явно рассчитывал на большее, чем пост председателя Президиума Верховного Совета. Почетный, но мало что значащий в советской системе власти. Умный Андропов все рассчитал правильно. Когда информация о резком ухудшении здоровья Брежнева стала просачиваться к членам Политбюро, первым активизировался Подгорный. К тому моменту у Брежнева все чаще стали возникать астенически депрессивные состояния с нарастающей мышечной слабостью, переходящей в прострацию. В момент очередного приступа к помещенному в больницу на улицу Грановского Брежнева неожиданно приехал старый товарищ и друг Николай Подгорный. Такого не было никогда. Стало понятно, что Подгорный решил собственными глазами увидеть неработоспособного генсека, а потом сочувственно рассказать об этом на очередном заседании Политбюро. Председателя Президиума Верховного Совета СССР в палату к Брежневу так и не пустили. Об этом странном посещении тут же было доложено Андропову, а тот, в свою очередь, позвонил Суслову и сообщил ему о состоянии здоровья Брежнева. На что Суслов ответил сердобольной и крайне циничной фразой. Хорошо, если бы Леонид Ильич смог выступить на каком-нибудь совещании. Вот так и стал сломавшийся Брежнев заложником системы сдержек и противовесов, которую сам же и создал. Хотя, конечно же, многое шло от характера. Бодриться он продолжал до самой смерти. Власть любил. Прогибаться перед обстоятельствами нет. Вот и держался до конца, тем более после того, как, поставив вопрос о своей отставке, получил бурную, отрицательную реакцию товарищей по партии. Запредельно циничную реакцию. В 1976-м, по-моему, он уже начал говорить о том, чтобы уйти с этого поста. Он разговаривал вначале с Викторией Петровной, это мы слышали, это я слышал лично. Владимир Медведев. Завеститель начальника личной охраны Леонида Брежнева. Вот он за ужином однажды ей сказал, пожаловался на то, что он плохо себя чувствует в плане отдыха и прочее. И говорит, видимо, мне надо попросить товарищей, чтобы меня сменил кто-то. Я, говорит, тяжело себя чувствую и руководить практически страной мне тяжело. Это был не просто сиюминутный порыв. Брежнев действительно поставил на политбюро вопрос о своей отставке. Реакция была абсолютно предсказуема. Общее мнение ярко и доходчиво выразил все тот же Андропов. Выступил Андропов и сказал, что Леонид Ильич, вы наше знамя, вы практически можете находиться на даче, работать на даче, можете на работу даже не ездить, но вы должны находиться на посту генерального секретаря. Впрочем, эти временные слабости не мешали Брежневу продолжать использовать весь свой опыт в устранении тех, кто без его ведома думал о лидерстве в стране. Он не забыл Подгорному странный визит в больницу. И хотя в тот момент сам ничего не понимал и не видел, товарищи по политбюро нашли возможность доложить все так, как было на самом деле. Летом 76-го года на очередном 25-м съезде КПСС по традиции членов политбюро избирали и переизбирали единогласно. Как известно, все решения принимались еще до съезда. Каково же было удивление непосвященных, когда Подгорный и еще один член политбюро Полянский получили неожиданно много голосов против. Дни Подгорного и Полянского сочтены. Так оно и произошло. Через год, в июле 77-го, председателем президиума избирают Леонида Ильича Брежнева. А ведь совсем недавно он ставил вопрос о своей отставке. С Подгорным все понятно. А чем же не угодил Полянский? Он позволил себе возмутиться ролью медсестры в истории огромной мировой державы. Прорвало его после очередной поездки на охоту в Завидово. После окончания самоохоты все сели за стол. Каково же было удивление Полянского, когда вместе со всеми членами политбюро за стол Брежнев пригласил и медсестру Нину Александровну. Мало того, при ней он не постеснялся обсуждать важные государственные дела. Уже в Москве Полянский позволил себе возмутиться этой странной привязанностью к генеральному секретарю. И с этого момента он был обречен. Дело в том, что проблемой влияния этой медсестры на Брежнева уже занималось руководство КГБ. Причем до поры до времени безуспешно. Брежнев все больше и больше попадал в зависимость от приема снотворных препаратов. Причем доза постепенно увеличивалась. Это не скрывалось ни от кого. Он на политбюро спрашивал у своих коллег, кто пользуется каким снотворным. Просил у них, просто просил, а вы дайте мне там пару таблеток, я посмотрю, как на меня будут действовать. У одного, у второго, у третьего. И так Брежнев перешел в грань допустимого. А поспособствовали этому два человека. Личный врач Родионов и та самая медсестра. Родионов в будущее человеком с ленцой вообще вел себя необычно для своего высокого положения. Посреди рабочего дня мог уехать и пропасть. Он уезжая говорил, я там у бабушки. Ну, Леонид Ильич спрашивает, мы говорим, он сказал, что поехал к бабушке, то есть к матушке Леонид Ильича. Вот. Ну и так однажды он сказал куда-то, поехал. Леонид Ильич взял и позвонил туда, его там нет. Ну, в общем, он с бучкой ему так устроил. Но, тем не менее, это, может быть, несколько, там, недельку было нормально. А потом он опять стал уезжать. А уезжая, он давал снотворные эти, Нине Александре. И она уже сама распределяла, когда, сколько надо дать. Вот так и жили. В свою очередь, медсестра, к которой Брежнев привязывался все больше, тоже решала свои локальные задачи. Иногда за счет здоровья генерального секретаря ЦК КПСС. Охрана стала подозревать, что медсестра не ограничивается тем количеством таблеток, что передает ей лечащий врач. Может быть, она давала, чтобы он подольше поспал. И так, в общем-то, и было. Она уходила, уходила, говорила, положим, нам, что ей куда-то надо. Вот. Ну, мы не знали, куда, чего, может быть, она и у Леонида Ильича отпрашивалась порой. Поэтому она вела себя очень свободно. Спокойная Нина Александровна также спокойно решала все свои проблемы. Получила трехкомнатную квартиру в престижном доме ЦК КПСС. Помогла быстрому карьерному взлету мужа-пограничника от капитана до генерала. Обеспечила независимое материальное положение семьи. Кстати, по странному стечению обстоятельств муж-пограничник погибнет в 82-м в автокатастрофе в год смерти Брежнева. А тогда Нина Александровна спокойно пользовалась шансом, предоставленным ей судьбой. Вернее, личной симпатии всесильного Леонида Брежнева. Вопрос об устранении из окружения Брежнева симпатичной медсестры вставал все острее. Генсек разрушался на глазах, и в конце концов Андропов и Чазов решились. В начале Чазов попытался поговорить с женой Брежнева, Викторией Петровной. Ее реакция Чазова ошеломила. Вы врачи, вы и разбирайтесь, а я портить отношения с мужем не хочу. Накричал на Чазова и сам Брежнев. И вот тогда была разработана целая операция по устранению Нины Александровны. Постепенно стали сокращать время общения Брежнева и медсестры. Ему говорили разные. То муж заболел, то ребенок, то еще что-то. Настал момент, когда работавший с Брежневым с 1938 года и знавший его досконально, начальник личной охраны Ребенко нажал на болевую точку. По-моему, он, так сказать, сказал о том, что она распространяет слухи о Леониде Личи, о его положении, о его состоянии и так далее. Может быть, этого и не было, я не знаю. Но вот это было, он очень не любил этого. Нина Александровна, почувствовав неладное, попыталась разрешить проблему. Однажды, будучи на дежурстве, она решила подойти к Леониду Личу, который гулял на улице. Ее быстренько Александр Яковлевич оттер, отвел в сторону и не дав возможности Леониду Личу увидеть. И после этого, так сказать, обратившись к Леониду Личу, сказал, что, Леонид Лич, можно ли, ну, у Нина Александровна там что-то в доме непорядке, что-то со здоровьем, она вот давно одна работала, можно ли ее, так сказать, заменить? Ну, Леонид Лич говорит, раз такое дело, конечно, заменить. Вот так и добились, чтобы генеральный секретарь постепенно забыл о своей привязанности. Но проблема приема снотворных таблеток сразу исчезнуть не могла. Настал момент, когда центральная нервная система Брежнева изменилась настолько, что даже обычные успокаивающие средства являлись для него сильно действующими препаратами. О проблеме уже знало все политбюро. Он изводил своих друзей просьбами дать снотворное. Многие, такие как Черненко и Тихонов, помогали. Как можно отказать другу? Некоторые, такие как Андропов, выходили из положения с помощью пустышек, которые сам Юрий Владимирович приказал специально изготавливать. А тут еще врачи на вопрос Брежнева, а усиливает ли действие таблеток водка? А прометчиво ответили – да. Остановился Брежнев на белорусской зубровке, которую попробовал в Беловежской пуще. Но мы уже даже пришли к мнению, вот так поговорив между собой, мы эту зубровку стали разбавлять водой. Полбутылки выливали, это зубровки, там в другую бутылку, а доливали туда воды, чтобы его, так сказать, удержать от этого. Еще таблетки, еще алкоголь. Это было для нас очень, очень плохо. Рассказывает генерал-майор Комитета государственной безопасности Владимир Медведев. Куда мы не приезжали, мы заходили на кухню, там на нас все смотрели, так сказать, вот такие глаза расширим, чем мы занимаемся. А мы разбавляли эту зубровку и ставили ему незаметно, ставили на стол во время приема, так сказать, больших приемов. Постепенно и о зубровке Брежнев заговорил в том плане, что не действует. Что это за зубровка такая? Если бы он попробовал вот так где-то на приеме, будучи где-то, зубровки той настоящей, я не знаю, что бы он сделал с нами, узнав о том, что мы разводим эту зубровку. Вот такие дела. Как ни старалось скрыть окружение Брежнева тот факт, что он не дееспособен, во второй половине 70-х это стало ясно всем и в стране, и за рубежом. На глазах у все понимающих людей начиналась вакханалия под названием «культ личности Брежнева». Дряхлеющие вместе с ним соратники вешали на уже ничего не понимающего дорогого Леонида Ильича одну награду за другую. Словословили так, что вместе с генсеком становились посмешищем перед всем миром. Все это происходило на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Стремительно пустили полки продовольственных магазинов. За самыми обычными продуктами, колбасой, маслом, яйцами, выстраивались колоссальные очереди, особенно в провинции. На этом фоне в 79-м Советский Союз ввязывается в афганскую авантюру. В ответ экономическая эмбарго западных стран. В 1981 году нормы потребления мяса в СССР были определены в 2 килограмма на душу населения в месяц. Практически ничего. Хуже, чем в войну. Понимал ли Брежнев, в каком положении находится он сам и страна? Как говорят близко его знавшие, да, понимал. В минуту просветления несколько раз вновь заводил разговор об отставке. Но быстро уступал окружению и продолжал жить своей странной жизнью, состоящей из 10-12 часов сна, плавания в бассейне и редких приемов делегаций. Коротких, по 2 часа заседаний Политбюро один раз в неделю, поездок на любимый хоккей и обожаемую охоту. Домой возвращался, как правило, перед программой время. На ужин обязательно приглашал прикрепленного сотрудника охраны. Так и сидели втроем, разговаривали, потом смотрели время, и Брежнев поднимался в спальню. Дети и внуки приезжали редко, но Брежневу хватало и этого небольшого общества. Кстати, он очень нежно относился к своей жене Виктории Петровне. Он так беспокоился за ее здоровье, за здоровье Виктории Петровны. Она лет, я не знаю, 15-20, наверное, болела сахарным диабетом. И часто очень у нее случались приступы. И он всегда настолько переживал. Это была пара очень идеальная по человеческим меркам. Во время ужинов обсуждалось личное. Даже такой деликатный вопрос, как дикция Генерального секретаря ЦК КПСС. В тот момент эта проблема перешла уже в политическую плоскость. Чего стоят одни анекдоты, гулявшие по стране. Бывая за ужином с ним, Виктория Петровна, она в этом плане молодец. Она ему прямо говорила, что Леня, вот у тебя и дикция такая, уже пошатнувшаяся, как бы сказать, не та, что была раньше. Вот. И в этом плане, в этом плане, в отношении дикции он сам понимал это. И заставлял и спрашивал врачей, как ему, так сказать, изменить эту дикцию, наладить разговорную речь. Любая зарубежная поездка превращалась для окружающих Брежнева в мучение. Лидер великой державы мог отключиться в любой момент, как произошло это в Германской Демократической Республике в октябре 79-го года. Накануне торжественного заседания, в честь 30-летия образования ГДР, Брежнев тайком от всех выпил большую дозу снотворного. А утром, перед выездом, сидя в беседке, отключился на глазах у всех. Лишь благодаря усилиям врачей и огромной силе воли самого Брежнева, его удалось привести в более или менее нормальное состояние. Но было принято решение. Во время выступления на трибуне одного его не оставлять. Так и смотрел изумленный мир на Владимира Медведева. Все выступление, простоявшего за спиной генерального секретаря. Настало время, когда и любимая охота превратилась для Брежнева в почти недоступное удовольствие. Руки уже не держали ружье. И надо было в последний раз перевернуть еще одну любимую страничку в жизни. А он упирался до последнего. Ну, он, так сказать, смеялся над всеми и говорил, мы еще поживем, мы еще поохотимся. Владимир Медведев, завеститель начальника личной охраны Леонида Брежнева. Проезжая мимо поля, мы увидели, что на поле находятся кабаны. Он остановил машину, открыл дверцу. Это делал он неоднократно. Положил ружье на эту дверцу и начал целиться в бегущего кабана. Кабаны увидели нас и побежали. И он начал целиться в этого кабана. И, так сказать, старался как бы поудобнее на эту дверь облокотиться. И получилось так у него, он одной рукой держит ружье, а другой рукой вроде за машину, чтобы не вывалиться из машины, держится. Вроде бы все в порядке. Нажал, а ружье к плечу сильно не прижал. И прицелом ему вообще вокруг глаза все разбило. Вообще. У него жванула такая, полилась такая кровь, что мы вообще не знали, что делать. Самое интересное, что через два дня начинался официальный визит в Чехословакию. Тогда многие обратили внимание на странно загримированное лицо Леонида Брежнева. Неудивительно, раны кровоточили все дни визита. К началу 80-х большинство из обитателей кремлевских кабинетов поняли. Дни генерального секретаря сочтены. 75-летний генсек угасал на глазах, продолжая оставаться заложником системы, которую сам же и создал. Первым к уходу Брежнева начал готовиться шеф КГБ Юрий Андропов. Он был самый информированный человек в стране. Его команда начала с громких уголовных дел. Так называемого рыбного или дела магазина «Океан», а также дела директора Елисеевского гастронома Соколова. Ниточки от которых тянулись на самый верх, к ближайшему Брежневскому окружению. Затем последовали узбекское дело, дело Медунова, первого секретаря Краснодарского обкома, любимца Брежнева. Настал момент, когда задели и дочь генсека Галину. Она не отличалась спокойным нравом и поведением. О ее похождениях, мужьях, нарядах и бриллиантах уже давно судачила вся Москва. Галину Брежнев очень любил. И на все попытки доложить о похождениях дочери он реагировал очень бурно. Да, докладывал ему Рябенко, Александр Яковлевич Рябенко. По всем вопросам, касаемые семьи, он был доверенным лицом у него. И все вопросы он докладывал однозначно, по всем вопросам. Иногда и получал за это, что там, а почему вы не посмотрели, а почему вы не доглядели. Вот. И Рябенко выходил такой насупленный. Но тоже после этого начинался сыр-бор. И в наших рядах, чтобы мы и смотрели там, и что. Ну, все это было довольно-таки так временно. Удар по Галине Брежневой Андропов нанес через ее очередное увлечение. Тенора Большого театра Бориса Буряца. Это был экстравагантный, слащаво-красивый молодой человек по прозвищу Боря Цыган. Любил носить норковую шубу и галстук с бриллиантовой булавкой. Ездил на иномарке, жил в знаменитом актерском доме на улице Чехова. Галина его любила. И когда 29 января 1982 года габуряцы приехали с обыском, бросилось его выручать. Именно это и нужно было сотрудникам КГБ. Дело в том, что в качестве понятых были приглашены две соседки, старушки-актрисы. Более говорливую публику трудно придумать. Неудивительно, что о картинах и золоте, иконах и бриллиантах, наркотиках и примчавшейся Галине Брежневой на следующий день знала вся Москва. Что и требовалось доказать. Здесь мы пока остановимся. История прихода Андропова к власти, методы, которыми он нейтрализовал ближайшее окружение Брежнева, рассказ о том, как престарелый генсек попытается дать последний бой Андропову. Все это в одном из ближайших фильмов сериала «Кремль-9». Сегодня нам осталось рассказать лишь о том, как ушел из жизни человек Леонид Брежнев. Окончательно подорвала его здоровье трагедия в Ташкенте, которая случилась весной 1982 года во время посещения авиационного завода. Внезапное изменение программы «Визита» не позволило охране обеспечить безопасность посещения одного из цехов. В результате огромная масса людей взобралась на леса, которые стояли вдоль самолета. В какой-то момент вся эта масса сдвинулась вслед за проходящим Брежневым, и леса не выдержали. Падающие доски, металлические конструкции и люди накрыли как раз ту часть цеха, где находился Брежнев. Мы повернулись, смотрим, все там уже внизу прижатые. Я говорю, держим эти самые леса, чтобы не раздавили, потому что люди падают на эти леса, уже свалившиеся. Мы держали, у меня после этого плечи, руки болели, я не знаю, месяц, наверное, как я не вывернул эти руки, не знаю. Мы кричим, помогите нам держать эти леса. Все, кто тут с этой стороны были, схватили за эти леса и стали поднимать. Подняли, я вижу, что Леонид Ильич лежит, рядом с ним лежит Володя Собаченков, наш прикрепленный, и у него из головы течет кровь, голову пробило. Леонид Ильич лежа, мы его стали поднимать, врач говорит, только осторожнее, только осторожнее. Подняли, вытащили его оттуда, подняли, он за плечо держится, болит, у него ухо. В общем, этот вот угол этих лесов прошел, ободрал ему ухо и ударился в ключицу. И ключицу пополам. Люди же, люди, которые там все это видели, шарахнулись опять посмотреть, что там случилось. Александр Якович Ребенко выхватил пистолет, закричит, разойдись, стрелять буду. В общем, все отвалили в стороны. Мы, значит, срочно там кричим, тут вообще что творилось необразимое. Сломанная ключица требовала операции. Но из-за слабого сердца врачи решили оставить все как есть. Прямо из больницы, по настоянию членов Политбюро, Брежнев и отправился на демонстрацию 1 мая 1982 года. О плачевном состоянии генсека, не способного поднять даже руку, после этой демонстрации заговорили с удвоенной силой. Но этого соратникам показалось мало. Несмотря на возражения Брежнева, они настояли на его выступлении на майском пленуме ЦК, приведя убийственный аргумент. Это нужно для мировой общественности. Это было чудовищное зрелище. С трудом, держащийся на ногах, генеральный секретарь не выговаривал половины слов. Конец наступил через полгода. Последний раз Брежнев появился на публике 7 ноября 1982 года на параде. Рука по-прежнему не работала. Ключица так и не срослась. Ему бы лет 7 до этого уйти на пенсию, ездить на любимый хоккей и охоту, нянчить внуков. А он почему-то стоял на мавзолее, окончательно потерявший здоровье, а главное, репутацию. Жить ему оставалось чуть меньше 70 часов. Утром 10 ноября 1982 года офицеры охраны Владимир Собаченков и Владимир Медведев, как обычно, отправились будить генерального секретаря на второй этаж дачи в Заречье. Виктория Петровна проснулась в 7 часов и уже пила чай в столовой. Собаченков направился к окну раздвигать шторы, а Медведев взял за плечо лежащего на кровати Брежнева. Палкаев, Леонид Ильич, пора просыпаться. Он всегда очень быстро поднимал глаза, голову. А, ребята, что? Мы говорим, да пора просыпаться, всегда, как было раньше. А в этот раз молчит. Я его опять за плечо. Леонид Ильич, опять молчит. Понижен нагнулся, чувствую, он не дышит. Как и положено, позвонили Андропову и Чазову и стали делать искусственное дыхание. Делали минут 40. Первым вслед за скорой приехал Андропов. Он пошел, заглянул, вот, и, Володя, подойди сюда. Я подошел, он, расскажи, как было. Я ему вот это все рассказал. Он говорит, ну ладно, а где Виктория Петровна? Я говорю, она внизу, в столовой. Он говорит, ну я пойду туда. Через несколько дней Андропов станет генеральным секретарем ЦК КПСС. Он осуществит мечту, которой стремился последние несколько лет. Только счастье это Андропову уже не принесет. Тем более, что период его пребывания у власти станет самым коротким в России 20 века. Но все это будет потом. А тогда, 10 ноября, нужно было еще похоронить Леонида Брежнева. В морг тело сопровождал тот же Владимир Медведев. Ехал с ним, у него по дороге развязались руки. Я ему снова сложил, завязал. И здесь я подумал, все мы люди бренные. Такую власть обладал. И вот теперь лежит, живот шевелится. У него живот большой был. И весь он такой. Он еще не скован, так сказать, смертью. Он теплый был. Теплый, просто как живой человек. Вот так и закончилась жизнь. Белагура и Весельчака. Страстного охотника и галатного кавалера. Политического игрока, который правил огромной страной 18 лет. Леонида Ильича Брежнева. Прожить последние годы так, как прожил он, не пожелаешь никому. На его примере лишний раз убеждаешься в правдивости слов о том, что главное в жизни – здоровье. Даже если власть твоя безгранична. Я вернулся на дачу туда. В служебный домик собрались мы. Ребенка, я, Александр Васильевич. То есть Геннадий Васильевич, Володя Собаченко. Сидим вот так. Что-то так тихо. Ни одного звонка. Ничего. И Ребенка, что ли, говорит. Вот так вот. И конец. И ему конец. Практически нам в моральном отношении конец. Вот видите, сколько мы просидели здесь. И ни одного звонка. Ни одного. Кто-то ведь мог, ведь никто не знал, что он умер. Ну, ближайшее только окружение. А звонков уже не было. Удивительное дело. Вот так закончилась эпоха прежнего. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Редактор субтитров А.Семкин